друзья всем большущий привет сегодня вот хочу отреставрировать вот такой вот ножик не спрашивайте для чего не знаю попросили сделать ручку потому что здесь ручка уже вся разошлась на и такая вот корябенькая но говорят людям очень он удобен и очень полезен делаю товарища костян привет первым делом мы высверлим к заклепочки говорится ломать не строить и она была все довольно таки интересно вот такая вот фиговинка взял металлическую емкость сюда засыпем 80 грамм лимонной кислоты и зальем это все прям кипяточком прямо только-только закипел все это хорошенько перемешал и теперь наш клиночек засунем в раствор пускай лежит окисляется все съест всю эту ржавчину это не воронение наверно дастки окисление идет с не снять вот ржавчины я не знаю правильно вы напишите в комментариях что же это процесс все-таки такой возьмем вот благороднейший дуб мне вот очень понравилась на моем топорике таком ручка сейчас мы обрисуем и и и и и и и и и ручку я вырезал обработаем немножечко грубое самое на гриндере кстати делая его в предыдущем ролике можете посмотреть ссылочку оставлю здесь сверху в описании тоже грубенько так обработал ручку ножичек наш бурлит я думаю оставлю сейчас уже 11 часов вечера оставлю я его на ночь и завтра уже вечерком попробую его очистить посмотрим что получится оставайтесь на канале друзья так но все равно я этим цветом недоволен просто мы убрали всю можно сказать ржавчину сейчас немножечко под зачистим и есть у меня раствор один покажу им обработаем друзья не стал я тратить ваше время за кадром немножечко шлифанул до ручки конечно сильно не у сделать потому что кратера сильно большие металл тонкий и как бы не хочется его испортить ну да ладно сейчас чё делаем сейчас будем прикидывать нашу с вами ручку отверстие я примерно наметил сейчас попробуем одну сторону просверлить уже посмотрим что получится ну для полной картины просверлил я третье отверстие чтобы у нас уже было хоть как-то только к два отверстия будет смотреть так ножики обмотал чтобы не порезать не поранится сейчас обезжирю все высохло но у нас теперь вот здесь остался большая щель сейчас то будешь поклевать как это будет делать компонентный клей просто тупо смешивал с той же опилкой от дуба и и будем сейчас нашу щель прям забивать надо подождать чтобы это все высохло и и Смотрите продолжение в следующей серии. Получается вот такая вот красота. В общем, такая вот ручка получается на данный момент. Ой, комарик придавил. Хочу зачернить в металл. Сейчас все быстренько обезжирю. Обезжиривать буду. Вот бензин галоша. Он предназначен для обезжирения тоже. В том числе хорошенько протираем. Даже несколько раз. Буду делать первый раз этим средством. Такое средство Грач купил сегодня. Права на ошибки у меня нету. Делаю за один дубль. Сейчас будем его на обезжирную поверхность наносить. Наносить буду я спонжиком. Сразу видно, какой цвет непонятный. Серый, бурый, малиновый становится. Так, ну теперь оставим сейчас, как написано, 3-5 минут. Прошло вот примерно 3 минуты. Цвет такой побежалости. Зеленый, желтый. Какой-то серый. Сейчас я не даром буду приготовил. Сейчас мы кисточкой все это аккуратненько смоем. Смоем и повторим эту процедуру 2-3 раза. Наверное, уже покажу потом уже финальный результат, что у нас получится. Друзья, ну вот такой получился результат. Конечно, не совсем то, что я хотел. Я думал, что будет более черное. Тут получилось с какими-то оттенками. Хотя я много-много раз это все заливал. Ну, да ладно, главное, чтобы не ржавело. Теперь возьмем морилочку и покроем цвет ореха. Ну, а теперь, ребят, я ножик наточил. Не стал это показывать. Есть у меня ролики. В описании, скорее всего, оставлю. Можете посмотреть, как я точу ножей. Ну, попробуем. Друзья, ну, у нас вот такой получился, в общем, реставрация небольшая ножика. Ручка у нас дуб. Металл я не знаю из чего. Знаю, человек пользуется в хозяйстве для живности. Если кто знает для чего, напишите. Вам всем огромное спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok